Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сегодня на Парковой спасли памятник природы Пицунскую сосну. Поврежденное дерево вызвало транспортный затор. Ушли в лес и потерялись. Для Сочи такой сценарий не нов, поэтому его взяли за основу учений городской службы спасения. Двойной штраф обязательной работы либо арест. Все это грозит нарушителям правил благоустройства. 10 миллионов рублей – такова сумма штрафов за этот год. Ряды пополнились. В Сочи сегодня приняли присягу новобранцы военно-патриотических клубов курорта. Сегодня на улице Парковой спасали памятник природы Пицунскую сосну. Поврежденное дерево вызвало транспортный затор. Улица Парковая сразу же была перекрыта, но к работам приступили значительно позже. На спил обломившейся ветки требовалось разрешение от управления особо охраняемыми природными территориями, потому что дерево является памятником природы регионального значения. Пицунской сосне 120 лет. Специалисты говорят, исследовали дерево. Оно абсолютно здоровое. Обломилась ветка из-за своей большой массы. Прохожие задавались вопросом, что же случилось. Ни ветра, ни урагана не было. Комиссия провела тщательное обследование и тоже пришла к выводу, что всему виной возраст сосны, крона которой разрослась до предела. Разрешение на спил 10-метровой ветки было выдано. Утром мы получили сообщение о том, что одна из веток произвела такое опасное нависание над дорогой, над улицей Парковая. Но, к сожалению, дерево очень старое. Это памятник природы. Оно не гнилое. Просто от старости, к сожалению, ветка треснула. Ее надо удалить. Иначе может состояться аварийная ситуация. Тем более, тут выходят пешеходы, люди не заношены. Конечно, для многих автомобилистов перекрытие Парковой стало большой проблемой. Но безопасность здесь превыше всего. И, собственно, никто не спорил. Слово, таких деревьев, памятников природы регионального значения в городе более 40. Келена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ушли в лес и потерялись. Для Сочи такой сценарий не нов. Ежегодно в лесах курорта спасатели ищут и оказывают помощь заблудившимся туристам. Исход операции зависит от опыта спасателей и времени, потраченного на поиски. Для того, чтобы эффективнее выполнять работу, сотрудники муниципальной службы спасения регулярно проводят учения. Сегодня тренировка прошла в Лазаревском районе. Подтопление, пожары, аварии и прочие происшествия – это работа для сотрудников муниципальной службы спасения. Ежедневно они совершают около десятка выездов. Сегодня спасатели отправились в район Волковки. Разожгли костер, установили палатку, но не для отдыха, а в целях обмена опытом. Во время учения отрабатываются все вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. В том числе ориентирование на местности, работа в труднодоступной местности горной, первое всего, с использованием специального снаряжения. Это будет отработка вопросов по оказанию медицинской помощи, по излечению пострадавших из разбитых машин и многие другие вопросы. Главная задача муниципальной службы спасения – оказание помощи пострадавшим при возникновении ЧАЭС. И с ней сущинские спасатели справляются на отлично. Перед тем, как в очередной раз доказать свой профессионализм, лучшие сотрудники получили грамоты и даже благословения священников на дальнейшую сложную и опасную работу. Цель учений сегодня – аварийно-спасательные поисковые работы в лесах. Спасатели отрабатывали переправу через реку и ущелье, а также транспортировку пострадавших, которые, по легенде, ушли в лес за грибами и заблудились. Это мероприятие запланировано, оно у нас согласно учебных планов на год, оно не первое, то, что работаем, отрабатываем, чтобы потом намного было легче применять в реальной жизни. И если во время учений на специальных носилках свой сотрудник и здоровый, то в реальности спасателям приходится иметь дело с людьми, у которых могут быть травмы разной степени тяжести. И здесь, безусловно, нужен опыт и постоянная практика, чтобы не навредить пострадавшему, а оказать ему качественную первую помощь. Содержание не только территории, находящихся в аренде или в собственности, содержащейся в статей и порядке, необходимо и прилегающую зону. А еще нарушением, за которым пристально следят муниципальные инспекторы, считаются неузаконенные рекламные вывески. За что и поплатился Эдуард Волчков. Догомысский мастер шашлыка о правилах благоустройства города осведомлен не был, но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. «Получил штраф, оплатил все свои нарушения, исправил все. Сейчас нарушений нету и вплоть обязуюсь, чтобы этого не будет всего. Мы летом и моем тротуар, и порядок приводим, и все равно стараемся поддержать чистоту в городе». Но таких, как Эдуард, в том же Догомысе немного. Завидев специалистов управления административной инспекцией, нарушители закрывают свои объекты. Такая мера тоже не освобождает от ответственности, подчеркивают инспекторы. И штрафы, но уже двойные, до адресата все же дойдут. «Наш отдел нацелен на результат. Естественно, все, кто нарушит правила благоустройства, будут приличены к административной ответственности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Любая вывеска, любая информация, штендер, что-либо другое, мы не запрещаем его выставлять, мы просто просим их согласовывать. Все должно быть в рамках закона, и все должно быть внутри торгового объекта. Сделали красивую вывеску, согласовали, урну поставили, вокруг себя подмели, все, уже красивый торговый объект, куда хочется заходить людям». Такие комиссионные обходы – это ежедневная работа муниципальных инспекторов. Работают они и по сельским округам. Немало нарушений правил благоустройства и там. Захламление, мусор, выброшенный в неположенном месте, сброс бытовых отходов – все это также под пристальным вниманием. Результат работы муниципальной структуры – 10 миллионов рублей, поступившие в казну города с начала года, докладывает мэру его первый заместитель. Казна пополнилась, и средства пойдут на решение социальных вопросов. Но это сумма и показатель несознательности большого числа горожан, что не радует, отмечает глава города. «Мы все боремся за одно. Город должен быть красив, удобен и чист. Сегодня появилась у нас новая административная инспекция, которая должна, по большому счету, превратить эту работу, которую мы долгое время занимались в ручном порядке, в системную работу. То есть человек, который не будет выполнять правила благоустройства в городе, не будет выполнять санитарные правила города, он будет наказан. И наказан штрафом, и этот штраф он будет выплачивать через судебное решение». «Порядка 6,5 миллионов рублей уже взыскана реально. То есть собираемость, реальность исполнения, она доходит до 70%. Раньше у нас было 20-25%. То есть результатом мы добиваемся. Второй раз он не захочет уже сорить во дворе своем, не содержать его, нарушать правила благоустройства. Это уже ему не захочется, чтобы в очередной раз платить. Да. Более того, мы сейчас, вот, новое законодательство позволило ввести такие механизмы, что если не оплачивает штраф, то наша же административная комиссия может составлять протокол по статье 20-25 Кодекса административных правонарушений, который предусматривает либо двойной уплата штрафа, либо обязательной работы, либо арест даже. Вот этот механизм неотвратимости наказания, о котором вы говорили, сейчас он заработал, и в ближайшее время мы будем видеть результаты этой работы». Задача властей не просто штрафовать нарушителей, но в первую очередь разъяснять правила. Благодаря профилактике с начала года предприниматели согласовали с мэрией размещение рекламы на 3 миллиона рублей, которые также будут использованы на нужды города. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 13 октября в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем 23-25 градусов выше нуля. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. К другим темам. Сотрудничество России и Беларуси сегодня обсуждают в Могилеве на пятом форуме регионов. Среди более двух тысяч участников – руководители высших органов власти, субъектов стран, в их числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Рабочая программа главы Кубани в Беларуси началась с раннего утра. Руководитель края принял участие в заседании под председательством спикера Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко. По ее словам, одна из приоритетных задач для глав регионов сегодня – это развитие экономических и социальных связей с соседней республикой. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что вопросом взаимодействия с Беларусью на Кубани уделяется особое внимание. У нашего региона схожа структура экономики и также развит агропромышленный комплекс. В нашем крае, как и в республике, ставку делают на переработку. На территории Кубани работают 9 российско-белорусских компаний. Это и производство мебели, а также оптовая торговля парфюмерией, медицинскими препаратами и косметикой. Продукцию, произведенную в крае, активно экспортируют в соседнюю республику. Так, товарооборот Кубани с Беларусью за полгода составил более 170 миллионов долларов. Из Воронежа прямо в Сочи прямые авиарейсы на осень и зиму запланировала авиакомпания «Руслайн». С 27 октября она запускает прямые рейсы из Воронежа в Сочи и Симферополь. Таким образом, полеты по данным направлениям станут круглогодичными. Вылет из Воронежа в Сочи во вторник и субботу. Время в пути 1 час 55 минут. Минимальная цена билета – 4350 рублей. Кадры решают все. В Сочи прошла встреча с лучшими управленцами курорта. А сегодня в регионе уделяется большое внимание развитию государственной кадровой политики, а также необходимости внедрения новых подходов к подбору персонала. Сегодня состоялся семинар с кадровыми службами города. Именно 12 октября празднуется День кадрового работника России. Сегодня этих специалистов призывают перейти от бумаги к человеку, то есть быть внимательнее к потребностям работников. Об этом на встрече рассказал начальник краевого управления кадровой политики Геннадий Стрюк. Чаще общаюсь с очинскими коллегами как профессионалами в области кадровой работы. Безусловно, это высокие профессионалы, потому что мы уже на третьем семинаре, скажем так, пересекаемся. То есть приятно работать с теми, кто понимает, куда мы движемся. Вот мы ориентир в этом году определили. Мы идем по этапное повышение нашего уровня кадровой работы. И они очень быстро схватили все. И сегодняшнее мероприятие тому пример. В Крае есть потребность как в специалистах разного профиля, так и в руководящем составе. В рамках семинара состоялась сей встреча с кадровым резервом. Это те люди, чьи профессиональные качества уже оценены в Крае. Задача кадровиков на сегодня – выявить больше управленцев-специалистов. Сочи должен стать флагманом проекта. Сочинских недобросовестных предпринимателей ждет большая проверка. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по охране труда. К октябрю в Сочи сформировался особый список. Точнее, список особых нарушителей. 349 хозяйствующих субъектов были выявлены в ходе еженедельных проверок отраслевыми управлениями. И, несмотря на замечания, исправляться не спешат. Перечень предпринимателей был передан в Краевое министерство. Оттуда направлены инспекторы. На следующей неделе начнется массовая проверка всех хозяйствующих субъектов, которые попали в эти списки, которые по разным причинам не явились к нам на рассмотрение наших протоколов, которые не услышали администрацию города в части призывов к исполнению трудового законодательства. Пришедшим на комиссию в этот раз вновь напомнили, что если сотрудник отработал на рабочем месте 3 часа, то работодатель обязан заключить с ним трудовой договор. Однако некоторые нарушители придумывают различные оправдания. Так, например, в тату-салоне женщина отказалась признавать, что трое человек, находящихся там, ее сотрудники, и настаивала, что они ученики. Но в трудовом кодексе такое понятие отсутствует. Еще один вопиющий случай выявлен в центральном районе. Документы на пивной павильон были оформлены на умершего человека. Этим фактом будет заниматься уже краевая инспекция. Педагоги России обсудят развитие детской проектной деятельности на форуме в Сочи. 15 и 16 октября состоится третья краевая конференция. В ней примут участие специалисты из Краснодарского края, Омской, Тюмени, Иркутска, Бурятии, Самарской, Свердловской, Нижегородской и Московской областей. Представители методических служб Краснодарского края и межрегионального движения творческих педагогов и следователь вместе с организаторами всероссийских конкурсов будут искать ответы на актуальные вопросы. Своим опытом организации проектной деятельности детей поделятся и сочинские учителя. В Сочи выберут лучшего молодого архитектора. В художественном музее открылась девятая ежегодная всероссийская выставка «Конкурс студенческих курсовых, квалификационных и дипломных работ». Название «Говорящее само за себя. Сочи. Гостеприимный город». Конкурс посвятили памяти почетного гражданина города Вячеслава Воронкова. Организаторами выставки в числе прочих стали градостроительный совет города, сочинская организация «Союз архитекторов России». Посетители могут увидеть футуристический дизайн проекта, идеи благоустройства детских площадок, допроектный рисунок, серии плакатов по острым проблемам. Также зрителям предлагается выбрать самый актуальный для нашего города проект из ста творческих работ будущих дизайнеров и архитекторов. Автору организаторы вручат диплом зрительских симпатий. Также работы участников будут оцениваться профессиональным жюри по номинациям «Дизайн городской среды», «Дизайн интерьеров», «Архитектура общественных зданий в городах», «Центрах туризма» и «Архитектура жилых зданий на курортах». Ряды пополнились. В Сочи сегодня приняли присягу новобранцы военно-патриотических клубов курорта. Провели ее в торжественной обстановке. Во время слета патриот-клубов города мероприятий приурочили к важной для истории региона дате. Торжественное мероприятие прошло на площади у Зимнего театра. Здесь развернулась большая выставка военной техники. Ребята смогли увидеть боевые машины и подержать в руках настоящее оружие, а также познакомиться с автомобилями МЧС. Парад юно-армейцев. Это один из девяти военно-патриотических отрядов и клубов, которые работают в Сочи. Сегодня их ряды пополнились. 90 юных сочинцев посвятили в курсанты. «Готовить себя к служению и созиданию на благо Сочи, Кубани и России. Клянемся! Клянемся! Всегда следовать девизу. Мы помним, мы гордимся. Клянемся! Клянемся! Клянемся!» Военно-патриотической работе в Сочи уделяют все больше внимания. И желающих примкнуть к рядам юных патриотов становится все больше. Сегодня в этом движении уже более трех тысяч школьников. В последнее время именно к военно-патриотическому воспитанию у нас уделяется очень большое внимание. И детям очень интересно в этих клубах, потому что там и занятия спортом, и рассказывают об истории. Старшие товарищи воспитанников патриот-клубов удивляли показательными выступлениями. Спецназ и ОМОН продемонстрировали навыки рукопашного боя, а также прямо на театральной площади развернули спецоперацию по задержанию вооруженных преступников. Мероприятие посвятили 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Дату в эти дни празднуют по всему краю. Поэтому в завершении торжественной присяги новобранцев было развернуто Знамя Победы, а юные патриоты прошли торжественным маршем. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Проекты сочинского дендрария представили на конференции в Воронеже. В научной встрече по проблемам инвентаризации лесов приняли участие десятки специалистов. Сочинцы презентовали доклад о создании на территории парка разнообразных географических ландшафтов. Работа эта ведется на протяжении десятков лет. В полной мере сотрудникам парка удалось воссоздать пока только ландшафты Северной Америки. Работа по акклиматизации деревьев – процесс сложный, но еще сложнее воссоздать часть экосистемы страны, расположенной в противоположной части континента или в совершенно другой климатической зоне. Как известно, одна из основных задач парка – создание и сохранение коллекций как аборигенных, так и завезенных из различных уголков планеты растений. Этим здесь занимаются более 125 лет. Из них в течение полувека проводится эксперимент по созданию моделей субтропических лесов. Доклад, представленный на конференции, стал своеобразным подведением итогов работы за всю историю существования сочинского дендрария. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей, студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ Продолжение следует...